Уважаемые коллеги, разрешите открыть нашу конференцию, которая носит название «Особенности диагностики и лечения хронического вирусного гепатита B у онкологических больных». Я хочу сказать, что серия таких конференций проводится Институтом, Обществом Ассоциации онкологов Северо-Запада и Онкологическим Обществом Санкт-Петербурга. Поскольку директор Института очень зарубежной командировки, председатель Общества Петербурга оперирует, он не смог освободиться, он хотел это сделать. Я, как один из соучредителей Петербургского онкологического общества, хочу представить вам сегодня главных действующих лиц. Это Светлана Николаевна Кижло, заведующая отделением вирусных инфекций номер один центра нашего, Петербургского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. И рядом со мной руководитель химиотерапевтического отдела Татьяна Юрьевна Семиглазова. Она вам несколько слов еще скажет об актуальности этой темы, А если каких-то нет вопросов ко мне как председателя, тогда я отдаю слово Татьяне Юрьевне. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемый президиум, добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Актуальность данного семинара не вызывает сомнений, поскольку прошлое столетие ознаменовалось прогрессом в хирургическом лечении, в лучевой терапии, в лекарственной терапии. И чем больше прогресс, тем заметнее результаты лечения. Улучшились показатели продолжительности жизни пациентов, улучшилось качество жизни. Существует ряд нозологических заболеваний, нозологических характеристик онкологических, которые полностью излечиваются в результате проведенного того или иного вмешательства. Но в ряде случаев такое достаточно грозное, серьезное заболевание, как вирусные гепатиты, а сегодня речь пойдет о хроническом вирусном гепатите В, я еще раз подчеркиваю, мы не будем на данном семинаре обсуждать вирусный гепатит С. Тем не менее, вирусный гепатит В очень важен. Понимание диагностики и лечения данной категории больных, у кого зарегистрировано данное заболевание, очень важно, поскольку мы сами все сталкиваемся с такой проблемой, как, если взять уже в рутины нашей практики, как повышение трансаминаз. И должна проводиться дифференциальная диагностика, прежде всего, с прогрессированием процесса в печени, но это достаточно легко сделать. Второе достаточно серьезное осложнение – это гепатотоксический эффект в результате воздействия цитостатиков на организм пациента. И третье, наиболее грозное состояние организма – это обострение хронического гепатита В. И мы предоставляем слово Светлане Николаевне Кижло, которая расставит все акценты и поможет нам разобраться в столь серьезной проблеме. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Я очень рада, что меня пригласили с этой презентацией, потому что эта проблема, в общем, возникла уже несколько лет назад. Хотя, наверное, какие-то первые признаки ее появились еще в прошлом веке, я вам хочу сказать. Просто врачи и вы, и мы не понимали, в чем же состоит проблема. На сегодняшний день ситуация стала понятна, и по поводу всех вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать, в общем, есть достаточно вразумительные ответы, что радует. Мы сегодня коснемся в основном гепатита В, но Татьяна Юрьевна попросила два слова сказать о С-гепатите, о ВИЧ-инфекции, которой мы занимаемся, и с которой вы сталкиваетесь, я думаю, что на сегодняшний день уже ежедневно. Но давайте начнем с В-гепатита. В первую очередь, посмотрите на распространенность гепатита В на земном шаре. Она, конечно, неравномерна, как и многих других заболеваний. И Россия относится к распространенности с умеренным уровнем. То есть мы ориентируемся на наличие HBS-антигена. Распространенность определяется по наличию HBS-антигена у населения. И в России этот показатель равен приблизительно 2-8%. Хотя статистика наша по этому вопросу, я вам хочу сказать, отвратительная, на мой взгляд. И сказать точно, сколько пациентов с хроническим гепатитом В имеется в России и в нашем регионе в частности, я думаю, в общем, достаточно сложно. Но вот по этому проценту можно приблизительно высчитать количество этих пациентов. Если говорить о инфицированности населения, о наличии маркеров гепатита В, их присутствие не всегда говорит о наличии хронического гепатита. То посмотрите, какие сумасшедшие цифры мы можем увидеть. Если считать население земного шара ориентировочно 6 миллиардов, то у 2 миллиардов имеются какие бы то ни было маркеры гепатита В. То есть, по сути дела, едва ли не у каждого третьего человека. Естественно, это не на всех территориях преобладает инфицированность гепатитом В в Африке и в Юго-Восточной Азии. И они основной вклад вносят в это. Но, тем не менее, если обследовать, допустим, всех присутствующих здесь в зале, то у многих из вас, тем более вы в основном работники хирургического профиля, найдутся маркеры гепатита В. И при этом, если говорить об исходах этого заболевания, то, в общем, по таким достаточно приблизительным статистическим подсчетам, приблизительно 350-400 миллионов хронически инфицированных, то есть это люди уже с хронической инфекцией, из которых 25-40% без лечения умрут от осложнения этого заболевания, которыми являются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Если посмотреть на этиологическую структуру цирроза и рака печени в мире, то вы увидите, что гепатит В вносит достаточно весомый вклад в циррозы печени. Это приблизительно треть пациентов с циррозами. Треть составляют больные с хроническим С-гепатитом. И 43% – это пациенты с иными заболеваниями печени, к которым относятся алкогольность АТ-гепатит, неалкогольность АТ-гепатитом и иные, скажем так. А вот если посмотреть на этиологическую структуру рака печени, то вы увидите, что более половины пациентов с раком печени – это пациенты с хроническим гепатитом В. И гептоцеллюлярная карцинома все-таки чаще всего развивается именно на фоне хронического гепатита В, подчеркиваю, нелеченного. Вот в чем основная проблема, что эти пациенты не получают адекватной медицинской помощи и не всегда потому, что нет каких-то финансовых ресурсов для этого. Зачастую это происходит потому, что медицинские работники недооценивают значимость этой проблемы. Два слова о характеристике вируса гепатита В. Это ДНК-вирус, так называемый. Он не слишком вариабельный. Он хорошо размножается в организме человека. Обладает очень высокой инфекционностью. То есть инфекционность гепатита В несопоставимо выше ВИЧ и С гепатита. И когда я выступала у ваших соседей в институте рентгенологии и радиологии, убеждая их брать наших пациентов на трансплантацию печени, они мне с грустью говорили. Светлана Николаевна, ну почему ВИЧ-инфицированный? Ну вот почему там не В, не С? То есть все боятся у ВИЧ-инфицированных заражения этим заболеванием. А потому что они проводят трансплантации печени и больным с хроническим В гепатитом, и с коинфекцией В и Дельта, которые исключительно заразны. То есть инфекционность В гепатита в 100 раз выше, чем инфекционность ВИЧ-инфекции, и в 10 раз выше, чем С гепатита. И если уже вы беретесь оперировать пациентов и лечить хроническим В гепатитом, то о ВИЧ тут даже говорить нечего на самом деле. Если говорить о стабильности во внешней среде, это тоже самый стабильный вирус. Почему, собственно говоря, мы очень часто по сей день видим гетерогенное инфицирование гепатитом В? Потому что обработать инструменты после пациента с В гепатитом существенно сложнее, чем после пациентов с хроническим С гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Механизмы передачи парентеральной – это основной, половой, тоже, кстати говоря, нередкий. В гепатит часто передается половым путем, в отличие от С гепатита. Ну и вертикальной – от матери к ребенку. Этот путь инфицирования несложно предотвратить, и поэтому женщины с хроническим В гепатитом совершенно у них нет никаких препятствий для беременности и родов. Очень длительный инкубационный период, до полугода. То есть пациент 5 месяцев назад где-то полечил зубы, об этом уже давным-давно забыл, и вдруг у него развивается острый гепатит, который он вообще не связывает с той медицинской процедурой. Но, к сожалению, на сегодняшний день это тоже факт. Конечно, его стало меньше, гепатита В. Все-таки достаточно большая прослойка населения нашего, она вакцинирована. И вот роль вакцинации в данном заболевании, она, так сказать, даже не может оспариваться. То есть его стало меньше реально. На нашем 60-коечном отделении и в нашем 180-коечном стационаре раньше за год проходило гораздо больше, чем 200-300 человек с острым В гепатитом. За прошлый год через отделение прошло 12 человек с острым гепатитом В. Это, в общем, конечно, показатель эффективной вакцинации молодежи преимущественно, ну и, наверное, медицинских работников. Ну и асимптоматический период хронического гепатита до 30 лет. То есть если за пациентом не наблюдают, считая, что все благополучно, если сегодня благополучно будет хорошо и завтра, это не совсем так. Ну, давайте посмотрим коротко-коротко на основные антигены вирусного гепатита В. Об австралийском антигене, HBS-антигене знают все, я думаю, потому что он стал определяться еще в 80-е годы. И все пациенты, я думаю, которые поступают к вам на какую бы то ни было плановую терапию, они обследованы на HBS-антиген. Но у вируса гепатита В есть и дополнительные антигены, есть сердцевинный антиген, коровый так называемый, есть секретируемый антиген, показатель активности процесса HBS-антиген. И каждому из этих антигенов, естественно, есть антитела. Правда, есть антиген, соответственно, должны быть антитела. К HBS-антигену есть анти-HBS, то есть это антитела к HBS-антигену, которые должны быть у каждого из здесь присутствующих, если он эффективно вакцинирован. И очень рекомендую вам это сделать. Вот и после вакцинации нужно определять титр анти-HBS, потому что если вы вакцинированы, но у вас нет иммунного ответа, то, в общем, эта вакцинация совершенно бессмысленная. В процессе вакцинации должен наработаться анти-HBS. И где-то там через 5-7 лет титр его снижается, и дальше проводится ревакцинация. К HB-кор-антигену есть анти-HB-кор-антитела, и К HB-антигену есть анти-HBi. Ну, я думаю, что вы этого не запомните. Сегодня отчаиваться не нужно. Это хорошо, если инфекционисты это знают, и то не все. Но вот запомнить то, что существуют дополнительные маркеры гепатита B, которые именно для онкологов играют достаточно серьезную роль, об этом, конечно, нужно знать. Основными особенностями течения хронического гепатита B является то, что он исключительно иммуноопосредован. То есть это иммуноопосредованная инфекция, несравнимая совершенно в этом отношении ни с ВИЧ-инфекцией, ни с хроническим гепатитом С. И темпы прогрессирования заболевания определяет только уровень виремии. Ни печеночные трансаминазы, ни какие-то другие показатели лабораторные не являются, скажем так, прогностическим признаком прогрессирования процесса. Только вирусная нагрузка так называемая. Вирусная нагрузка выше 10 в 7 степени, риск прогрессирования гепатита B очень высок. Вирусная нагрузка менее 10 в 7 степени, риск прогрессирования низок. Все это уже давным-давно статистически проситано на огромном количестве пациентов, преимущественно, правда, азиатского происхождения. Потому что основные исследования по B-гепатиту проводятся, естественно, в азиатских странах, где количество инфицированных больных колоссально. Если говорить о внепеченочной репликации вируса гепатита B, то да, она существует. Так же, как, кстати говоря, и у C-гепатита. B-гепатит может реплицировать и в моноцитах, и в B-лимфоцитах, и в клетнокосном мозге. И вызывать внепеченочные проявления, которые могут несколько смутить врача. Потому что будут считать, что это, так сказать, заболевание отдельное само по себе. А на самом деле это будет проявление хронического гепатита B. В частности, например, HBV, ассоциированный гломеролунифрит, с которыми часто достаточно сталкиваются нехрологи. И лечить-то в данной ситуации нужно пациента не кортикостероидами, а исключительно противовирусной терапией. Ну, естественного течения B-гепатита я не буду касаться. Это, в общем, такая достаточно сложная тема. Суть в том, что после инфицирования, после процесса хронизации, который проходит в течение приблизительно 6 месяцев, считается, что если за 6 месяцев после острого процесса, если маркеры гепатита B не исчезли, если продолжает определяться в какой-то там, неважно какой степени, вирусная нагрузка, это уже хронический вирусный гепатит B. И дальше начинается длительный такой нудный период персистенции вируса в организме. Сначала он достаточно активен, потом иммунная система с ним как-то худо-бедно справляется, и они начинаются существовать, макро- и микроорганизм более или менее благополучно. Но иногда бывают ситуации, когда у организма уже не хватает сил, и репликация вируса начинает проходить более активно. И вот здесь вот уже идет, может возникнуть достаточно серьезное поражение печени. Это тот момент, когда пациента надо лечить. Не в любой момент пациента с HBS-антигеном нужно хватать и начинать его лечить противовирусной терапией. Но нас-то интересует вот этот вот момент. После периода благополучия, когда у пациента даже не определяется HBS-антиген, а определяются только дополнительные маркеры вируса гепатита B, есть такое понятие латентная или оккультный гепатит, или латентная инфекция, когда у него есть только анти-HB-кор, скорее всего. Вот на фоне терапии различными иммунологическими препаратами может возникнуть серьезная проблема, когда у пациента возникнет реактивация его гепатита. Если говорить о подходах и алгоритмах, кого лечить и когда лечить, очень хорошо это разработано для пациентовской инфекции ВИЧ и гепатит, но в принципе эта схема, она практически подходит и для пациентов с моноинфекцией. Если у пациента есть HBS-антиген, второй вопрос, на который мы должны ответить, есть у него цирроз печени, какие-то его проявления, или у него цирроза нет. Если есть и HBS-антиген, и цирроз печени, этого пациента надо лечить однозначно. Причем эта терапия назначается пожизненно, она позволяет уменьшить проявление цирроза, уменьшить проявление фиброза, уменьшить проявление нарушения различных функций печени, в том числе синтетических. И этот пациент благополучно со своим заболеванием может прожить всю оставшуюся жизнь, получая терапию, достаточно простую и комфортную, я вам хочу сказать, которая совершенно не нарушает качество жизни. И у этого пациента на 99,9 не разовьется декомпенсированный цирроз, ему не понадобится трансплантация печени и не разовьется у него гепатоцеллюлярная карцинома. То есть это терапия профилактическая, поэтому есть HBS-антиген, есть цирроз, пациента надо лечить. Вариант второй. HBS-антиген есть, проявлений цирроза нет. Что делать? Определяем уровень виромии вируса гепатита B. Порог 2000 международных единиц. Ну, это такая достаточно грубая схема, я думаю, у вас тоже есть такие алгоритмы, но всегда есть какие-то, но там особые группы пациентов и так далее. Но вот это основные моменты, на которые надо обращать внимание. Если уровень виромии более 2000 международных единиц, значит, процесс идет, и этого пациента тоже надо лечить. Если вирусная нагрузка невысокая, определяем уровень печеночных ферментов. Посмотрите, в последнюю очередь основная часть врачей почему-то ориентируется на уровень печеночных трансаминаз, придавая им, ну, я бы сказала, слишком большое значение. Потому что помимо активности вирусов при хронических гепатитах, еще есть там стиатогепатиты, есть неалкогольные, есть неалкогольные и другие причины повышения печеночных ферментов. Вот в данном случае все очень разумно. Печеночные ферменты в последнюю очередь. Если вирус есть, но в небольшом количестве, но печеночные ферменты повышены, этот пациент тоже требует лечения. Если у него вирус определяется, и уровень печеночных ферментов в норме, этому пациенту лечение не показано, он требует наблюдения один раз в 6 месяцев, как это прописано было в рекомендациях, наверное, там еще 70-х годов, ну, 80-х может быть. Но есть особая категория пациентов. Особые категории даже, я бы сказала. Их, в общем-то, достаточно много. Это, конечно, коинфицированные пациенты, которых у нас много, кстати говоря. 50 с лишним тысяч ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Чтобы вы приблизительно понимали цифры. Мне тут мой младший сын сказал, что профессора Покровского, который руководит службой СПИДа, наверное, с 80-х годов, кто-то из депутатов обвинил в том, что он извращает информацию и сеет панику в народе, когда тот огласил цифры ВИЧ-инфицированных у нас в стране и сказал, что на сегодняшних день их около миллиона. И если не будет проводиться профилактика в школах, среди подростков, там и молодежи, то через 5 лет их может стать 2 миллиона. Так вот эти цифры совершенно достоверные. То есть на конец прошлого года в России было зарегистрировано 960 тысяч приблизительно ВИЧ-инфицированных. Реальная цифра, сами понимаете, существенно больше, потому что огромное количество людей не обследовано на ВИЧ. Количество больных из социально благополучных групп неуклонно растет. И поэтому надо это понимать, что ВИЧ-инфицированных много, и будет их, к сожалению, больше. И ситуация стабилизируется в ближайшие годы, однозначно не сможет, несмотря на все наши титанические усилия. Но это так вот отступление лирическое. Значит, пациенты с коинфекцией дельта-гепатитом. Эта группа почти всегда переходит в конечном итоге в цирроз печени и требует трансплантации пациента до и после трансплантации, беременные женщины с острым гепатитом, пациенты на хроническом гемодиализе после трансплантации почки с коинфекцией с гепатитом, с декомпенсированным циррозом, и пациенты иммуносупрессией. С иммуносупрессией как естественной, так и искусственной. Сегодня мы поговорим о тех пациентах, с которыми, собственно говоря, сталкиваетесь в своей работе вы. У пациентов с иммуносупрессией. Почему вообще возникла эта проблема? Потому что у пациентов, которым требуется иммуносупрессивная терапия, часто наблюдается реактивация хронической HBV-инфекции. И она является серьезной проблемой заболеваемости и смертности этих пациентов. При этом реактивация может наблюдаться как до, так и после иммуносупрессивной терапии, которой вы все в своей практике клинической пользуетесь. Это пациенты со злокачественными гематологическими заболеваниями, это пациенты с солидными опухолями, пациенты, которые получают сэтотоксическую химиотерапию, высокие дозы кортикостероидов или азотиаприна и терапию на основе моноклональных антител, в особенности ретоксимаб. Почему-то вот именно он является особенно злобным для реактивации HBV-инфекции. Я думаю, что среди тех врачей, которые давно работают и которые, скажем, в 80-е, в 90-е годы лечили больных с гематологическими заболеваниями, думаю, что не раз сталкивались с такой ситуацией, когда пациент поступает к ним, HBV-антиген у него не определяется, пациент получает химиотерапию, какую бы то ни было, насколько я понимаю, не так многое изменилось глобально в этой терапии, судя по тем названиям, которые мы видим, и кортикостероиды практически всегда входили в эту схему, и вдруг, когда вы планируете проведение второго курса, там, допустим, химиотерапии, вдруг у пациента начинают нарастать печёночные ферменты, и вдруг начинает определяться HBV-антиген. Естественно, это расценивалось как гетерогенный острый гепатит B, но, вероятнее всего, это всё-таки была реактивация HBV-инфекции, которые просто тогда не очень понимали, что такой вариант возможен. Но в какой-то момент была даже такая идея, как пациента начать лечить от гепатита B, если у него нет серьёзной активности процесса. И вот зарубежные исследователи придумали коротким курсом давать кортикостероиды, и на отмене они практически всегда получали обострение B-гепатита. Вот такая вот история. К сожалению, эта ситуация не единичная, и с ними сталкиваются гематологи однозначно совершенно и не так редко. И вот я вчера была в Вятке, в которой я периодически выступаю, у меня там живёт однокурсница, она инфекционист тоже. И в прошлом году мы проводили исследования, проводили занятия, в том числе с гематологами, и говорили о возможности реактивации HBV-инфекции. И что вы думаете, через месяц после нашего совещания попадает к ним пациент, у которого на протяжении 20 лет регистрируется HBS-антиген. Нормальный уровень печёночных ферментов, вирусную нагрузку никто ему не определяет, потому что никаких проявлений активно текущего процесса нет. Ему начинают лечить лимфому. Между вторым и третьим курсом получают реактивацию, получают обострение гепатита B, и в течение недели он от фульминантного гепатита погибает. И всю эту ситуацию можно было предотвратить, об этом мы с ними говорили за месяц до этой истории. Этот случай не единичный, который я знаю. Были такие вещи неприятные в 31-й больнице у нас, в первом медицинском, на факультетской терапии. То есть они бывают везде, потому что эта ситуация вполне закономерная. Особенно она стала серьёзной, когда появились моноклональные антитела. Давайте посмотрим, как вообще оцениваться должен серологический статус по B-гепатиту у пациента, которому планируют проведение химиотерапии, допустим. Помимо HBS-антигена, к сожалению, этих пациентов нужно обследовать на коровские иммуноглобулины G, а в идеале и на вирусную нагрузку по B-гепатиту. То есть по идее надо делать вот этот весь спектр. К сожалению, это проблематично, потому что, например, исследование на ДНК, оно платное везде, но вот обследование на HBS-антигены, на коровые иммуноглобулины G, это не затратно, и это делают и поликлиники в том числе. Сами, не сами, не знаю, но куда-то они отправляют. Это входит в обязательное медицинское страхование. Вот посмотрите, вот пациент, достаточно благополучный, HBS-антиген минус, то есть он вообще не привлекает вашего внимания никоим образом, но у него есть коровые иммуноглобулины G, то есть анти-HB-кор, у него положительный, у него может быть и анти-HBS-антиген, то есть поскольку он болел гепатитом, у него какое-то количество антител может присутствовать, но вирус у него в крови не определяется, и, в общем, вот этот вот пациент, он требует только мониторинга в процессе химиотерапии и наблюдения. У пациента с HBS-антигеном, с коровыми иммуноглобулинами, может определяться, между прочим, и вирус в крови. Это редкая, конечно, ситуация, но бывают такие ситуации, такой тлеющий гепатит, когда репликация вируса есть, а HBS-антигена нет. Этот пациент, естественно, представляет уже больший риск. Ну, допустим, у пациента HBS-антиген, вирус не определяется, это уже группа высокого риска, а если у пациента есть HBS-антиген и есть вирус в крови, определяется HBVDNK, вот этот пациент однозначно даст вам обострение на фоне проводимой вами химиотерапии. И вот эту вот табличку, в общем, ее, конечно, желательно вам держать в голове, хотя я понимаю, что это очень сложно. Но к чему, собственно говоря, я призываю? Все-таки обследовать на коровые иммуноглобулины. Стараться, чтобы пациенты к вам приходили не только с анализом на HBS-антиген, но и на анти-HB-кор. Ну, вот вопрос такой риторический. Проводите ли вы это анти-HB-кор скрининг? Ни в одном учреждении я не услышала, что они проводят. Ни в 31-й больнице, где я была, ни в Горбачевском центре, ни в городском онкологическом диспансере. Конечно, онкологи этого не делают, а инфекционисты на этом не настаивают, естественно. К сожалению, эта вот ситуация такая грустная. При всем при том, существуют российские рекомендации, тоже Минздравовские, но более внятные и разумные это европейские рекомендации, Европейская ассоциация по изучению болезней печени, на которую мы, в общем, часто ориентируемся, если нет своего. И они говорят о том, что все кандидаты на химиотерапию и иммуносупрессивную терапию перед началом лечения должны быть обследованы на HBS-антиген и анти-HBKOR. То есть это не мы придумали, это уже всем давно стало понятно и очевидно. Я не говорю об американских рекомендациях, естественно, в них они тоже входят. И вот было такое рекомендательное письмо Минздрава, у нас стандартов по-прежнему, кстати говоря, нету по гепатитам, достаточно четко все прописано по ВИЧ, по гепатитам более или менее разумная появилась рекомендация в прошлом году Минздравовская, вот, и там эта рекомендация тоже присутствует, обследование на анти-HBKOR перед химиотерапией. Какие факторы риска реактивации HBV инфекции? Это молодой возраст и мужской пол, это наличие HBS-антигена и уровень ДНК, то есть уровень вирусной нагрузки, и варианты моносупрессии. Чем более агрессивная терапия, особенно включающая в себя моноклональные антитела, тем выше риск реактивации этого заболевания. Что же делать, собственно говоря? Есть пациент, у которого есть ваши проблемы, которого нужно лечить, а у него, допустим, есть HBS-антиген. Все, в общем, тоже достаточно четко расписано. Если у пациента есть HBS-антиген, независимо от уровня вирусной нагрузки, каких-то дополнительных маркеров, этому пациенту превентивно назначают противовирусные препараты до начала вашего лечения, где-то за 7-10 дней хотя бы. Весь период лечения, весь период проведения химиотерапии, допустим, если 6 курсов МАПТР, то весь этот период пациент получает противовирусную терапию по Б-гепатиту. И не менее 12 месяцев после прекращения терапии. То есть у моноклональных антител настолько длительный период их действия, что считается, что не менее 12 месяцев эта терапия должна продолжаться. Вообще, по-хорошему, терапия гепатита B, так вот, между строк она пожизненная. Но если вы отмените эту терапию на фоне лечения, риск вот именно молниеносного гепатита, он велик. Если, допустим, инфекционист ее отменит уже через 12 месяцев после последнего курса МАПТР, и, конечно, есть риск обострения, но уже не будет фульминантного гепатита, который может привести больного к быстрой гибели. С острым гепатитом B тяжелым, кстати, до сих пор, в общем, не очень научились справляться, я вам хочу сказать. Это совершенно непредсказуемое по течению заболевание. Обострение фульминантное, оно протекает так же, как острый гепатит. Что назначать? Назначают противовирусные препараты только. Никакие гепатопротекторы, биодобавки, растительные препараты не обладают противовирусным действием. Они абсолютно неэффективны при наличии активности по гепатиту B. Это противовирусные препараты с высокой противовирусной активностью. Вообще препаратов на сегодняшний день 5 всего в мире. Для лечения B гепатита с высокой противовирусной активностью и с высоким барьером резистентности в европейских и отечественных рекомендациях препаратов 2. Это препарат антоковир, который входит в федеральную льготу и пациент его может получать бесплатно, если он имеет инвалидность по любому заболеванию любой группы. Существует определенная комиссия, но в общем есть определенные бюрократические моменты, они несложные и легко преодолимые. И вот этот препарат, он входит в льготу. Второй препарат тенофавир, он в льготу не входит по эффективности, по безопасности, он в общем идентичен антоковиру. Поэтому вот именно эти два лекарства рекомендуются всеми исследователями, скажем так. Ну и для примера я хотела представить вашему вниманию клинический случай. Это женщина 55-го года рождения, у которой в 2012 году была диагностирована неходжкинская лимфома. Я не буду, не стала расписывать всякие нюансы вашей диагноза. Я думаю, что неходжкинская лимфома или неходжкинская лимфома, терапия, я думаю, дальше какая проводилась, вам понятно. Что же у нее было? Она лечилась в 31-й больнице. И поскольку нас консультирует гематолог из 31-й больницы, мы с ними в общем так достаточно близко сотрудничаем. И наши лимфомы вечно инфицированных, они стали уже лечить. И поскольку мы часто встречаемся, вот они-то ее обследовали на все полагающиеся маркеры перед началом лечения. И вот посмотрите, если бы эта пациентка была обследована стандартно, она не привлекла ничего бы внимания. HBS-антиген у нее был отрицательный. При этом у нее были коровы иммуноглобулины G, о которых я вам говорила. У нее определялся анти-HBS, что интересно. Но вирус в крови, HBV, ДНК у нее не определялась. И уровень печеночных ферментов у нее был абсолютно нормальный. То есть в общем абсолютно благополучная пациентка, у которой, если бы не эти дополнительные маркеры и мысли о гепатите B не возникло бы. Дальше она попадает у нас вот в эту вот группу, в самую благоприятную группу, которая только требует наблюдения. Никакой превентивной терапии она не требует. Только мониторинг печеночных ферментов и вирусные нагрузки. Гематологи начинают ее лечить. Она получает курс полихимиотерапии, получает ретуксимаб. И через 3 или 4, по-моему, курса ретуксимаба перед каждой госпитализацией, естественно, они ее обследуют. Уже полноценно на все маркеры. Поскольку тревожный момент уже возник. Что мы видим? Уровень печеночных ферментов не меняется. Вот что удивительно. То есть опять ничего бы не насторожило. HBS-антиген по-прежнему отрицательный. Коровые иммуноглобулины G как были положительные, так и есть, что естественно. И вдруг у нее начинает определяться вирус в крови. 10 во второй степени. Это невысокая вирусная нагрузка. В общем, если бы не ваша химиотерапия, она никого бы не взволновала. То есть ничто не предвещает беды, если нет иммуносупрессивной терапии. Но поскольку вирус стал определяться, естественно, мы назначаем терапию эндокавиром. И она продолжает лечение ретуксимабом без сбоя в этом графике лечения. Потому что сочетание этих препаратов возможно. Межлекарственных взаимодействий никаких нет с вашими препаратами. Что мы видим? Через 4 недели этой совместной терапии у нее вирусная нагрузка даже немножко нарастает. При том, что эндокавир исключительно мощный препарат. Он очень быстро подавляет веремию. Но здесь, видимо, риск реактивации был настолько велик, что даже месяц приема эндокавира дал возможность вирусу реплицировать с немного большей силой. Если бы вирусная терапия противовирусная не была бы назначена, то мы бы здесь увидели в лучшем случае 10-7 степени, 10-12 степени. А может быть, мы увидели бы и фульминантный гепатит. Что, в общем, вероятно. Но поскольку все-таки она находится под прикрытием противовирусных препаратов, терапия была продолжена и та, и другая. И через 12 недель лечения веремия была подавлена. Причем определялось все на очень чувствительных тест-системах. С чувствительностью 5 международных единиц. Это сверхчувствительные тест-системы. И, собственно, на сегодняшний день терапию она свою получает по гематологическому заболеванию и продолжает получать терапию по хроническому гепатиту В. Вот так вот такая благополучная ситуация сложилась. Но вот были, к сожалению, случаи и не очень благополучные. Были неприятные истории, когда пациентке, например, тоже у нее была мейломная болезнь, и ее готовили к трансплантации. И перед этой трансплантацией инфекционист ей сказал, зачем вам принимать ваш препарат. В результате у нее вирусная нагрузка повысилась существенно, значит, трансплантация отложилась. В общем, короче говоря, эффективность терапии гематологической и все планы гематологов были сбиты только потому, что пациентке сказали, что ей не нужно дальше продолжать прием этого препарата. Поэтому хочется, собственно, сказать о том, что наши действия должны быть совместными. И каждый, вот с моей точки зрения, должен отвечать за свою часть работы, при этом консультируясь со своим коллегой с учетом вот таких вот моментов неприятных, с учетом межлекарственных взаимодействий, о котором, к сожалению, не всегда мы помним. Вы знаете свою терапию, мы знаем свою. Была неприятная история, когда лечился пациент ВИЧ-инфицированный с Нихольскинской лимфомой у гематологов. Они проводили стандартную терапию, он получал нашу антиретровирусную. И доктора почему-то не задумывались о том, что и их препараты, и наши, в общем, не слишком простые. И когда они получили цитопению, совершенно не характерную вот для этой схемы, и начали нам звонить, потому что там просто произошел обвал по всем показателям. С удивлением они для себя это увидели. Мы посмотрели онлайн межлекарственные взаимодействия. Их оказалось 12, при этом было 4 клинически значимых. То есть к чему веду? К тому, что не должно быть, скажем так, однобокого взгляда на проблему. Потому что наши действия, если они будут совместными, на мой взгляд, они будут успешными. По Б-гепатиту хочу два слова сказать, чтобы вы запомнили. Что у пациентов с ослабленным иммунитетом, у пациентов, которые находятся на иммуносопрусивной терапии, может протекать быстро и агрессивно реактивация Б-гепатита и в течение нескольких дней буквально привести к гибели больного. Для определения риска реактивации гепатита Б необходим скрининг пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию. Как минимум, HBS-антиген и анти-HB-кор. Это банальные совершенно показатели, которые делает любая лаборатория. Руководящие принципы лечения рекомендуют этих пациентов защищать, которые находятся в группе риска, противовирусными препаратами, назначаемыми до иммуносупрессивной терапии. Хотя бы за 7-10 дней. К этим препаратам по европейским и по российским в том числе рекомендациям относятся два препарата. Первый – энтекавир или бараклюд, торговое название. Второй – тенофавир и вериат. У бараклюда генериков нету, у тенофавира на сегодняшний день генериков достаточно много. Вот то, что я хотела сказать по гепатиту Б и по просьбе Татьяны Рюйовны. Два слова буквально о цегепатите. С цегепатитом ситуация абсолютно иная. Цегепатит – заболевание излечимое. Если Б мы не можем удалить из организма вирус, цегепатит – заболевание излечимое. Вирус из организма удалить можно. Реактивации цегепатита на фоне иммуносупрессивной терапии не происходит. Там совершенно иной процесс. Обострение гепатита С на фоне оперативного лечения практически тоже не происходит. Если трансаминаза у пациента 100-200, никакого риска для него в плане печёночной недостаточности нет. Терапия гепатита С, имеющаяся на сегодняшний день, не сочетается с терапией онкогематологической. Продолжительность её не менее полугода. Поэтому, если нужна терапия онкогематологическая, мы не успеваем с терапией своей. В обозримом будущем, в этом году уже, будут зарегистрированы схемы безинтерфероновые, потому что сейчас основа – это интерферон всё равно, со своими проблемами с гемотоксическими эффектами и прочими. Будут зарегистрированы безинтерфероновые схемы, эффективность которых почти стопроцентная, переносимость которых идеальная, сочетание с другими препаратами минимальное, и курс лечения порядка 12 недель в основном, 24 недели редко. То есть вот здесь мы можем вместе лечить, успеть до вашего лечения там, ну и так далее. Вот эти вот проблемы уже решать совершенно иным путём. Третий вопрос ВИЧ-инфекции, она неизлечима, хорошо контролируема на фоне антиретровирусной терапии. И если речь идёт об онкологическом заболевании, об онкогематологическом заболевании, которых у наших больных на порядок, в разы вообще говоря, по статистике больше, то есть если говорить, например, о раке лёгкого, кстати, то у курильщиков ВИЧ-инфицированных рак лёгкого развивается в 5 раз чаще, чем у курильщиков без ВИЧ-инфекции. Это абсолютно доказанный факт. То есть есть ВИЧ-ассоциированные раки, есть не ВИЧ-ассоциированные раки, но онкологические проблемы у ВИЧ-инфицированных встречаются значимо чаще. Начало противовирусной терапии ВИЧ хотя бы за неделю-две и дальше онкологическая терапия. То есть терапия онкологической без антиретровирусной не может проводиться никогда, независимо от уровня иммунного статуса пациента. Она будет и не слишком эффективна, и небезопасна, и результаты её будут гораздо хуже. Поэтому если к вам попадает пациент, просто был один пациент, который с его слов лечился в вашем учреждении от лимфомы, значит, он погиб от прогрессии лимфомы, потому что он вовремя, в общем-то, не начал антиретровирусную терапию, потому что он считал, что ВИЧ – это вот всё придумка, а вот лимфома – это проблема. Поэтому без антиретровирусной терапии онкологическая терапия никакая, ни оперативная, ни консервативная не начинается. Подобрать препараты, которые сочетаются с вашими, возможно. У нас достаточно большой их ассортимент. Они все эффективны. Неэффективной терапии ВИЧ не бывает, но всё начинается с терапии ВИЧ. И третье, что я хотела сказать по поводу… Всегда этот вопрос задаётся по поводу постконтактной профилактики. Если у вас идёт профинфицирование, профтравма, профтравматизм у медицинского работника, любого, от ВИЧ-инфицированного пациента, составляется акт профтравматизма, у всех эпидемиологов эти бумаги есть. С этим актом в течение максимум 72 часов, а лучше сразу, вы приезжаете либо на обводной 179… Сейчас я вам покажу. Я тут этот слайд сделала. Вы приезжаете на обводной 179 в рабочее время, в рабочие дни и получаете на месяц профилактику ВИЧ-инфекции бесплатно. Антиретровирусные препараты. Это на 100% защищает вас от инфицирования ВИЧ. Если профтравма происходит в нерабочее время, в выходные дни, то с тем же самым актом, который заверяется ответственным дежурным по учреждению, вы приезжаете на бумажную 12, где вы также получаете бесплатно антиретровирусные препараты для профилактики инфицирования ВИЧ-инфекцией. По С-гепатиту постконтактной профилактики, к сожалению, не существует. По гепатиту В вы определяете у себя титр анти-HBS, если вы вакцинированы. Если титр есть, ревакцинация не нужна. Если антител нету или вы не вакцинированы, то вы вакцинируетесь. Это тоже практически на 100% защищает вас от инфицирования гепатитом В. Вот такой вот, собственно говоря, алгоритм ваших действий. Все телефоны я написала. Если пациенты с хроническим гепатитом и вам нужно заключение инфекциониста более, скажем так, квалифицированное, они могут записаться на прием к гепатологу в нашу поликлинику. Тоже она на обводном 179 располагается. Там 4 гепатолога на приеме. По телефону 575-44-81 и прийти к вам уже с заключением гепатолога по действиям в плане хронического гепатита. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо, Светлана Николаевна. Я думаю, что за ваши интересные подробные доклады. Ну, вопросы, наверное, есть. Если вопросы, если пока думает, я задам несколько вопросов. Все-таки это для познавательной цели. Вот восток России и запад России, ну и восток, и запад этой страны, и имеется определенная разница в заболеваемости. Гепатитом В? Да. Но она, в общем, имеется, потому что все-таки на востоке там достаточно много корейцев. Среди корейского населения, обрусевшего, много гепатита В, и он немножечко другой, вообще говоря, аж бы и позитивный, аж бы и негативный. То есть там заболеваемость несколько выше. Но самая неблагополучная территория в России по гепатиту В – это Якутия. То есть вот она практически как азиатские страны. Это катастрофическая ситуация совершенно. А вот с чем это связано, вот такая высокая заболеваемость азиатских стран? Я думаю, что, наверное, с вертикальной передачей от матери ребенку. То есть там инфицируются дети от матерей. – Еще вопрос. Вы в докладе очень часто ссылаетесь на то, что это важно, особенно у больных, которые получают онкологическую химию, там цитотаргетную терапию. А вот на Ваш взгляд, есть ли какие-то… Все-таки что более опаснее для таких больных – таргетная или химиотерапия, или здесь нет каких-то особо… – Самое опасное – это ретуксимаб. Вот с него все началось. Вот все эти разговоры и беседы начались с момента появления ретуксимаба. – Ну, поскольку в зале достаточно много мужчин, все-таки вот отношения алкоголя и гепатита В, вот в этом отношении здесь есть какие-то, ну, скажем, на Ваш взгляд, взаимоотношения, которые, ну, Вы бы хотели нам сказать. – Они однозначно есть, потому что, когда есть и вирус, и алкоголь, прогрессия заболевания идет гораздо быстрее. Если только алкоголь без вируса, ситуация разная. Оказывается, это я узнала, кстати говоря, вчера из доклада одного из профессоров московских, оказывается, есть генетическая предрасположенность к развитию алкогольного цирроза печени, вот по определенному набору генов. Я этого не знала, откровенно говоря. Но если есть хронический вирусный гепатит, и поверх него ложится алкоголь, заболевание прогрессирует, и цирроз развивается гораздо чаще и быстрее. Это доказанный факт. – Потом уже более конкретно мне, как хирургу, скажем, для химиотерапии и так далее, Вы уже все достаточно поподробно. При наличии гепатита В само оперативное вмешательство, оно может выполняться, оно не представляет какой-то опасности ни для пациента, ни для хирурга. Так я понимаю. – Нет. Если это гепатит В с определенной активностью, то при профтравме хирурга риск есть и высокий. Это однозначно. Просто хирург должен вовремя спохватиться, что он порезался от пациента, у которого есть хронический гепатит В. Для пациента, если у него тоже, скажем так, уже близко к цирротической стадии, определенный риск есть. И вот здесь как раз ему показана противовирусная терапия до хирургического вмешательства. То есть все-таки определиться, в каком состоянии находится гепатит. Если Вам предстоит большая операция, если, например, рак кожи, то, в общем, там вопросов, конечно, нет. Если это большая полостная операция, лучше все-таки определиться, есть активность процесса или нет активности процесса. Это недолгое время занимает. Недели вполне достаточно, чтобы понять, что же происходит с пациентом. И рекомендовать ему, например, противовирусную терапию, которая защитит и его, и хирурга, вообще говоря. Потому что для хирурга, чем больше вируса в крови пациента, тем больше риск, конечно. И еще тогда, вот Вы сказали, что лечение гепатита В в основном специфической и все остальное. А вот применение гепатопротектора, их сейчас очень много, комбинаций, в дополнении, оно все-таки показано или это как водичка святая? Ну, противовирусной активностью гепатопротектор не обладают однозначно. Но если пациент получает токсическую терапию какую-то, то я знаю, что гематологи, например, пресловутый гепатрал очень любят и считают, что антитоксическим действием он обладает. Вероятно, да. То есть, когда у нас пациенты, например, с алкогольным гепатитом бывают, мы иногда пользуемся гепатопротекторами. Но противовирусной активности у них нету, это точно. Но в комплексе с химиотерапией их, конечно, можно применять. Наш институт и онкологический диспансер когда-то очень много и достаточно подробно занимался использованием глютоксима при лечении онкологических больных. И я знаю, что разработчики сказали не только онкологи, но вот и инфекционисты его с удовольствием пользуют. Как вот сегодня вы относитесь к этому препарату, учитывая, что это как бы наша разработка петербургская, и насколько он оправдан и показан при лечении гепатита? Я вам хочу сказать, что за последние несколько лет произошли такие изменения в лечении хронических гепатитов и ВИЦ, что мы глютоксимом сейчас уже не пользуемся. Мы проводили исследования, это было, наверное, в 90-е годы, я так думаю, в конце 90-х годов. И если говорить о моем, так сказать, субъективном мнении, то применение глютоксима при остром гепатите В, оно оказывало свой благоприятный эффект, видимо, потому что оно как-то, в общем, ну, определенным образом стимулировало мягко иммунную систему и позволяло добиться элиминации вируса из организма, потому что острый В гепатит у взрослых все-таки чаще проходит. Но вот какие-то формы, когда есть тенденция к хронизации, вот тогда глютоксим оказывал свой позитивный эффект. Но если говорить о хронических гепатитах, то каких-то значимых изменений, длительных, скажем так, мы не заметили. И поэтому вот в последнее время мы глютоксимом перестали пользоваться. Хотя вот на фоне противовирусной терапии иногда больные использовали глютоксим, она, скажем, легче переносилась, потому что наша терапия интерферонная, она достаточно тяжелая тоже, в общем. Глютоксим здесь оказывал некую позитивную роль. Но вот противовирусным действием, чтобы элиминация произошла гепатита С при хроническом гепатите, таких случаев у нас не было. – И еще вопрос. Вот Вы сказали, что при ВИЧ имеются стандарты, при гепатитах этих стандартов не разработаны. Вот как при наличии достаточно большой распространенности стандартов, с чем это связано? – Нетрудно ответить на этот вопрос, потому что ВИЧ-стандарты, конечно, они ориентируются на стандарты, допустим, европейские больше, потому что американские стандарты они существенно отличаются от наших рекомендаций, скажем так. Почему при ВИЧ это разработано уже давно, а при гепатитах нет, не могу Вам сказать. Может быть, потому что служба с ПИДой изначально была более как-то правильно организована. – Но гепатит-то появился раньше? – Он появился. Эта проблема появилась, безусловно, раньше. Но тогда не было противовирусной терапии вообще. Хотя, собственно, когда ВИЧ-служба появилась, противовирусной терапии тоже не было. Она такая вот полноценная появилась в 96-м году. А служба СПИДа организована в 80-е еще была. Но вот, видимо, более правильный был подход к этому вопросу. Потому что по ВИЧ достаточно четко, во-первых, этой статистике можно доверять. То есть вот те цифры, которые указаны, понятно, что они ниже. Но это все-таки приблизительно можно понимать. размеры проблемы по гепатитам. Ситуация совершенно иная. Но вот сейчас стандарты готовятся. И вот те рекомендации, которые в прошлом году вышли, они могут быть основой для разработки и написания стандартов по гепатитам. Вы ведь в какой-то степени ставите и нас в достаточно трудную ситуацию. С одной стороны, вы рекомендуете скрининг и так далее, и так далее. А отсутствие стандартов, оно позволяет кому-то это выполнять, а кому-то, и если будет, скажем, допустим, разбор пациента, вот вы показали, и так далее, кому тогда предъявлять? Ну, рекомендации, нет стандартов, есть рекомендации Минздрава. В рекомендациях Минздрава это есть. Мы обычно ссылаемся на рекомендации Минздрава, когда возникают какие-то вопросы. Все-таки это какой-то уже регламентирующий документ. И последнее, извините, я использую ваше время и так далее. Последнее время где-то появилась в СМИ публикация, которая говорит, что проблема ВИЧ в России это очень страшно, и Россия отличается, ну, может быть, немножко от африканских стран, но в Европе она самая ужасная. Так это можно понимать? Ну, такая же проблема в Украине и в большинстве, собственно говоря, республик постсоветского пространства. Украинцы и россияне это один народ, которые имеют в виду западный. Ну, в общем, да, потому что у нас и субтип вируса ВИЧ такой же. Но по сравнению с европейскими странами, конечно, наша ситуация выглядит хуже существенно. Это правда. И вот такая инфицированность высокого населения раз. И то, что ВИЧ вышел уже из группы инъекционных наркоманов и уже давно достаточно перешел, и сейчас это нарастает, проблема в группу социально благополучных лиц, это тоже серьезно все. Вот меня поразила совершенно цифра. Там порядка 600 родов у ВИЧ-инфицированных в Санкт-Петербурге за год, там за прошлый, за позапрошлый, приблизительно так. У 25% ВИЧ выявлен на фоне беременности. Вот почему-то меня вот эта вот цифра просто скосила. То есть это говорит, причем это благополучные женщины в большинстве своем. Это не наркоманки, это те, которые никогда не употребляли наркотиков. Либо у них когда-то был друг, либо у них в худшем случае есть муж, который знать не знает о своей ВИЧ-инфекции. И вот этих вот историй сейчас стало очень много. При этом есть люди возрастные исключительно. Вот самому пожилому пациенту, выявленному там в последние 2-3 года с ВИЧ-инфекцией, 82 года. И выявили его онкологи. То есть основной вклад у пожилых, естественно, это онкологи, потому что больной попадает с какой-то онкологической проблемой, вы по стандарту обследуете на ВИЧ, и вот возникают вот такие вот истории катастрофические совершенно. И последнее, что я хотел сказать. Ну, для нас вы так уверенно сказали, что при раке лёгкую, поскольку я таракальный онколог, поэтому для меня, что со стопроцентной уверенностью доказано, что ВИЧ способствует развитию рака лёгкого. Чаще, чаще встречается, да. То есть вы сказали достаточно так уверенно. Поэтому выходит уже не только курильщикам надо включать в скрининг, допустим, рака лёгкую, но обязательно всех ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-инфицированные вообще раз в год в обязательном порядке по нашим стандартам проходят обследования. Но дело всё в том, что вот это вы не могли бы дать ссылку? Может быть, не сейчас, а потом. Хорошо, я поищу. У меня есть слайд американский, по-моему, вот по их статистике. Спасибо. По когорте ветеранов, на которые они всё исследуют. Спасибо. Вы извините, коллеги, доклад был очень интересный, поэтому и возникало очень много вопросов. У кого ещё появились вопросы? Пожалуйста, Игорь. У вас вопрос? Не работает. Ну, так и слышно. Вопрос, просто там, для трансляции. Вопрос в два. Первый. Два вопроса. Это при онкологических заболеваниях у больных гепатитом С, показана противопоказанная химиотерапия, да, и какие, допустим, противопоказания, то есть это как активная фаза гепатита С, или какие-то вот печёночные показатели должны быть элиминирующим фактором. И вопрос, развивается ли у больных гепатитом С различные панцитопении, допустим, это тромбоцитопении, нейтропении. И основной вопрос – это постановка диагноза, допустим, гепатит С с переходом в цирроз. То есть вот цирроз мы ставим, можем ли мы поставить клинически, либо мы должны его ставить вот гистологически после проведения обследования. Так, вопрос первый. Химиотерапия пациентам с хроническим гепатитом С не противопоказана. Назначение токсических препаратов противопоказано при повышении уровня печёночных ферментов более пяти норм. Это стандарт, вообще говоря, о всех клинических исследованиях, да. То есть если вы имеете трансаминазы печёночные выше 200, это противопоказание для назначения любых токсических препаратов. И вопрос третий. Тромбоцитопении, лейкопении развиваются. Обычно это уже предвестник или проявление цирроза печени. То есть на фоне благополучно текущего нетяжёлого хронического гепатита у вас не будет тромбоцитопении у пациента и не будет лейкопении. Это уже когда синдром гиперсплинизма развивается. Вот такие истории происходят. Клинически поставить цирроз компенсированный достаточно сложно. Если нормальные гематологические показатели, допустим, в этой ситуации есть неинвазивный метод. На сегодняшний день он стандартизован, разрешён во всех странах абсолютно, и в России в том числе. Это замена пункционной биопсии печени, которой больные боятся. Ну и, в общем, не всегда, наверное, действительно её надо делать. Есть такое исследование, оно называется эластометрия печени. Оно очень похоже на УЗИ-исследование. Продолжительность его, наверное, 5-10 минут. Специфичность там и всё остальное близко к 100%. И результат больной получает на руки сразу же. И вот там мы оцениваем фиброз по четырёхбальной шкале. Первый, второй, третий, четвёртой степени. Четвёртая степень обычно соответствует компенсированному циррозу. Делают его в нескольких местах в городе. В Институте детских инфекций, как это ни странно, делают взрослым, в том числе на профессора Попова, дом 9. Делают у нас на обводном 179. Делают в больнице Боткина, Миргородская, 3. И где-то ещё, по-моему, делают. И если у вас есть подозрения на цирроз, допустим, и пациент вам приносит вот эту эластометрию, там по цифровому исчислению фиброз больше 12,5 кПа, это уже четвёртый фиброз. Если у пациента, допустим, показатель 30 или 40, то, в общем, конечно, это цирроз печени. И вот здесь, если у пациента есть цирроз, тут, конечно, есть уже риск осложнений. И при оперативном лечении, и при химиотерапии, конечно, эти пациенты более подвержены развитию всяческих осложнений и нежелательных явлений. Но тут уже всё-таки должен оценивать инфекционист тогда. Тогда вам однозначно нужно заключение инфекциониста, можно или нельзя, и если можно, то как. Спасибо. Спасибо. Если у пациента при исследовании на АСВ инфекцию результат слабо-положительный, то есть не могут точно сказать, что… Антитела в смысле, да? Да, 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 что есть или нет. Но одновременно с этим уже есть цирроз. То есть это можно расценивать как именно проявление гепатита С с переходом в цирроз, или же это может быть… Это может быть цирроз другой этиологии, на самом деле. Вообще есть подтверждающие тесты, так называемые, когда делают такой вот иммуноблотинг, это называется. Это более информативное исследование, потому что ложноположительных антител к С-гепатиту в том, что простые лаборатории достаточно часто дают вот этот вот результат, поэтому надо делать подтверждающий тест РАС, и хронический гепатит С не ставится без ПЦР-диагностики. То есть если есть только антитела, это ещё не диагноз хронического гепатита. Положительное ПЦР – тогда да. И если при этом есть цирроз, ну, скажем так, наверное, это в основном цирроз С-гепатита, если это не запойный алкоголик, у которого сочетанное поражение печени. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Юрьевна. Светлана Николаевна. Работает, да, слышно? Спасибо огромное за очень интересный, обстоятельный, чёткий, ясный доклад. Вот именно вот больше, многое то, что вы нам сказали, нам этого не хватало в нашей клинической практике. И я хотела бы вот ещё раз подчеркнуть, вы сказали… У вас вопрос. Да, спросите. Вы сказали, что пациент получает химиотерапию до начала лечения, а HBS-антиген отрицателен, и у него повышаются транссаминазы больше, чем в пять раз, то мы на фоне химиотерапии должны определить не только HBS-антиген, но HB-кор-антиген, да? То, что, в принципе, мы и не делаем. Нет, если у него не было HBS-антигена и началось повышение печёночных ферментов, то вы в любом случае его должны обследовать на гепатит. И при этом, если у вас, допустим, по B-гепатиту всё отрицательно, вот тут вы должны делать ПЦР по C-гепатиту, потому что вот сейчас от неврологов с рассеянным склерозом пришёл пациент, у которого повысились ферменты на фоне терапии рассеянного склероза. Все маркёры отрицательные. ПЦР по C-гепатиту положительно. Антитела появляются позже. То есть это острый C-гепатит. То есть, если повышаются печёночные ферменты, вы обследуете на HBS-антиген, на антитела к C-гепатиту. Если они отрицательные, а проблема не разрешается самостоятельно, вы берёте дополнительные маркёры по гепатиту B и ПЦР по C-гепатиту. Вот такой алгоритм должен быть. Спасибо. Есть ли ещё вопросы? Пожалуйста, здесь у нас ведь есть не только сотрудники института, стационары есть, из поликлиник. Может быть, у вас есть некоторые проблемы при лечении, при наблюдении онкологических больных. Ну, с одной стороны, Светлана Николаевна достаточно подробно рассказала, в первую очередь, о гепатите B. Гепатит C, он немножко, так сказать, как бы уже в нагрузку был, я думаю, мы от яса своего, от вашего имени ещё раз поблагодарим Светлану Николаевну за очень интересное и самое важное, самое, ну, важное для онкологов вот это сообщение, которое касается этой патологии, которая зачастую бывает сочетанной, и нам нередко приходится решать вопросы тактические при выборе того или иного метода лечения.